Ну, мы можем сказать, что не бывает соревнований без судейских ошибок. Только в мечтах бывает. Хоть небольшие, но они есть обязательно. А сейчас нам решили показать финальный поединок в этой же весовой категории. И вот обидчик Алексея Шевцова, Кирилл Пинджуров встречает с македонцем Атанасом Стайковским. Вот, к сожалению, в финале, тот редкий случай, когда в финал наш спортсмен не пробился. Действительно редкий случай, что финал проходит без российского спортсмена. Не по своей вине, как мы уже сказали, а скорее по вине судьи, даже не по вине соперника, а по вине судьи. Вот, но все равно любопытно посмотреть финальный поединок в полутяжелом весе. И вот даже не знаю, за кого болеть. С одной стороны, конечно, хотелось, чтобы справедливо восторжествовало. И несправедливо победивший Кирилл Пинджуров проиграл. Но, с другой стороны, почетнее проиграть, пусть даже несправедливо, почетнее проиграть для Алексея Шевцова было бы чемпионом. Тем более, можно болгарину, в общем, посочувствовать в некоторой степени в финале поединок с македонцем. То есть, он должен сделать, в общем-то, что-то невероятное, чтобы победить. Преимущество должно быть настолько очевидным. А зрители достаточно здорово поддерживают своих спортсменов, вот именно македонских спортсменов. Нельзя сказать, что македонские спортсмены занимают лидирующие позиции, вот в частности, в этом разделе киктайбоксинга. Но, то, что вот выход их спортсменов в финал, это уже успех, уже успех для спортсменов из Македонии. Но, тем не менее, вот, если в этом разделе македонцы не очень, в общем-то, не то, что не очень, просто не фавориты, но, тем не менее, вот, в чем-то феномен есть. В страны бывшей Югославии, вот я говорил, и не только Македонии, и Хорватии, и Сербии, и Черногории, достаточно развитый контакт недоборства, и киктай, и просто кикбоксинг. Да, но следующий чемпионат мира, то есть чемпионат мира вот этого, 2007 года, пройдет ведь в Белграде, в частности, по киктайбоксингу. То есть, вот, балканские страны, они активно, очень активно начинают развивать кикбоксинг. А чемпионат Европы у нас проходит сразу же по трем разделам. Вот здесь, в Македонии, это киктайбоксинг, фулл-контакт с лоу-киками и лайт-контакт. Сразу на трех площадках, на двух рингах и на одной площадке тут бои. Ну, вот, Болгарин все-таки здесь выглядит несколько предпочтительнее. В запале даже срывает шлем с македонца. Так, более агрессивный, я бы не сказал, что он предпочтительнее, он выглядит более агрессивным. Да, именно агрессивным, более агрессивным. Ну, не очень чистый бой, не очень чистый бой. Много все-таки возни. Вот, что Македон сейчас очень хорошо, два раза справа. Такими свингами попал Болгарину в голову. Это часто промахивают спортсмены. Ну, знаете, то, что мы наблюдали в легких весах или там в средних весах, там мы такого не видели. Там почти всегда было видно преимущество, ну, по крайней мере, к концу боя одного из соперников. И вот таких сумбурных и грязных боев мы практически не видели. Видите, идет обмен ударов. Обратите внимание, они ногами уже у них... Просто открытый бой. Сил нет бить. Они уже ногами не бьют. Кстати, вот вы напомнили мне мой вопрос, который я хотел задать. В тайском, в киктае существует ли требование количества нанесенных ударов ногами в раунде, как в кикбоксинге? Там вот надо нанести не меньше восьми ударов. Да, в кикбоксинге не менее шести ударов нужно нанести в раунде. В киктае такого нет. То есть, в принципе, если есть желание, можно работать вообще одними руками? В принципе, да. Примерно то, что мы с вами наблюдали. Одними руками и работают. Вот, вот, попытались поднять ноги. Но сил уже не осталось. Видите, сил уже не осталось. Ну, затрудняюсь сказать. Это второй раунд, наверное, закончился. Потому что не снимают шлемы с бойцов. Ну, сложно сказать. Если в первом раунде мне казалось предпочтительнее болгарин, то тут вот мои симпатии на стороне македонцы. Ну, как устали соперники. Как устали бойцы. Хотя впереди еще финальный бой. Финальный раунд. Ну, тут вот и может сказаться физическая подготовка. У кого она лучше, тот сейчас, может быть, и победит. Но македонский спортсмен очень устал. Это было видно, потому как он отдыхал, пытался восстановиться. Ох, очень хорошо. Слева, еще раз слева попал. Болгарин. Да, Болгарин. В начале этого заключительного раунда был предпочтительный. Вот сейчас, правда, получил удар коленом. Больше намахания руками. Да, Болгарин вообще ноги уже не поднимает. Пытается выцелить рукой. Еще раз слева попал. Да. Ну, а вот это ударом, конечно, назвать нельзя. Да, это не удары. Вот такой захват запрещен. Ну, вот у организма зрителей, к сожалению, мы вынуждены смотреть этот поединок, потому что вот наших спортсменов в финале не полутяжей, до 91 килограмма не тяжей. Свыше 90 килограммов вот так получилось, не оказалось. Но, тем не менее, вот в разделе кикбоксинга наша команда безговорочно заняла первое командное место, а в Киктай наша сборная зацепилась за первое место в командном? Не подсчитывали? Не подсчитывали это. Не подсчитывали эти очки. Но мы были даже достаточно успешно выступили. Достаточно успешно выступили. Да, наши легкие веса, средние веса. Да, если у нас 15 человек по киктайбоксингу выезжало на соревнования. У нас 3 золотые медали, 4 серебряные и 6 бронзовых. И причем женщины, также 7 человек у нас было, 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Только 2 спортсмена у нас остались без медалей. Это весовая категория до 86 килограмма, до 81 килограмма. Это Александр Губанов, он получил травму в первом раунде, не смог продолжать бой. И проиграл наш супертяжеловес в первом бою. Вот видите, сняли Манкон, это как раз тайская атрибутика. Вот в кикбоксинге это запрещено. Ну, кто победит, кто будет? Ну, я делаю ставку на Болгарина. Именно за счет 3 раунда, мне кажется, он победовал. Ну что, молодец. Молодец. Ну, как вы и говорили, проиграл Алексей Шевцов, но проиграл чемпионом. Ну что же, значит, есть куда еще расти, если не все золотые медали наши, значит, есть еще к чему стремиться. Да, есть не чем работать. Лоу-кик тайский борт.